Провожаем Диршата, который сейчас тоже подает на убежище здесь на границе. Как раз. Диршат, волнуетесь? Немного есть. Понятно. Что бы хотели передать тем, кто планирует последовать по вашему пути? Те, кто больше не может терпеть то, что с ними происходит в Кыргызстане? Ну, действуйте так же, как и я. Езжайте там, где вас поймут и где лучше, наверное. Понятно. Итак, мы идем на границу Соединенных Штатов. Находимся в Канкун. Рядом со мной Диршат, человек, который семью едет сейчас в данный момент в Тихуану. Диршат, расскажите, с чего все началось, откуда вы и почему решили поехать по этому пути? Мы с Бишкека. Почему поехали? Решили поехать. Ну, наверное, самый удобный для нас вариант был. Что еще? В принципе, без затруднений прилетели. Проблем, в общем, не возникло у нас. Как давно вообще решили, что вы хотите в Соединенные Штаты? Сколько прошло времени? Ну, около пяти лет, наверное. То есть, хотите пять лет уже попасть в Канкун? Да. Да? Ну, а так вот по дороге какие-то трудности были, о которых хотели бы рассказать? Трудностей вообще не возникало. Я знаю, что там в Германии. А, в Германии, да. У нас, получается, посадочный талон нам в Москве не выдали. И так получилось, что во Франкфурте я узнал, что у меня их нету. И вот попросил Илью помочь. Илья в течение пяти-десяти минут уже решил этот вопрос. И получили мы эти посадочные талоны до Канкуна. Ну, а в Канкуне общее впечатление как о Канкуне? Что здесь делали, где были, на чем передвигаемся, где живете? Сняли машину в аренду. Ездили пирамиды, на пирамиды Майя съездили. Очень красиво. Вот на пляжу сейчас находимся. Красота вообще, да? Как погода? Погода вообще шикарная, если честно, шикарная. А какие планы по Америке? Где планируете быть? В Америке? Ну, планируем в Чикаго или Нойс туда. Я знаю, вы едете в большой семье. Сколько у вас человек? Так. Нас четверо. Жена и вот две маленькие дочки. Так, а вот по ценам. Я знаю, что вы были в магазинах здесь, в Канкун. Ну... Как по ценам? Цена в образовании. Цены, в принципе, дешевые. Если сравнивать с Москвой, здесь намного дешевле. В общем, и продукты, и питание. Дешевое, да, здесь? И вкусное причем. Понятно. Хотели бы что-нибудь передать тем, кто сейчас планирует эмигрировать через Мексику, из Кыргызстана? Ну, что хотел бы сказать. В принципе, приезжайте, работайте с Ильей. В принципе, можно довериться этим людям. Все, в принципе, как говорят. Сами люди, если честно, хорошие, да? Да. Спасибо. Друзья, подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты. Спасибо.